Я думаю, что мы живем на свике двух эпох, постмодерн постепенно уходит и приходит эпоха метамодерна. Это эпоха, когда идет поворот к искренности, больше к эмоциям, к переживаниям человека. И это сейчас становится трендом в искусстве, я вижу это в архитектуре, параметризм в архитектуре, это некий маркер, изменение отношения к среде, этого много в театральном искусстве, пока мало в современном искусстве, тем, которым я занимаюсь, но уже начинают пробиваться какие-то новые тенденции, новые выставки. И вот, мне кажется, история и разговор о чувствах, о запертых чувствах сейчас очень сильно резонирует в пространстве, особенно после программы. Я Марина Звягинцева, современный художник, который работает в жанре паблик-арта. То есть я делаю много проектов на улице, в общественных пространствах, и очень часто мои идеи пересекаются с идеями архитектора. Поэтому я часто попадаю на архитектурные какие-то конгрессы, бейнале, в жюри архитектурных премий, потому что, наверное, у художника свой взгляд на архитектуру, немножко другой, отличающийся от того, что видят архитекторы. И, наверное, вот этот свежий взгляд, поэтому меня часто зовут на конгрессе, чтобы я показала какой-то новый ракурс. Это часть проекта «Запертое чувство», а не про то, что мы пережили, запрет на прикосновение, на необходимость соблюдения дистанции, запрет на то, чтобы обниматься, трогать друг друга. И вот эта история сейчас везде сквозит в общественных пространствах. Я её попыталась с помощью людей транслировать в кофикс, когда они открывались. И вот эта сеть кофеин, им нужно было рассказать о том, что люди соблюдают другие привычки, у вас должна быть дистанция между людьми, и как это сделать ненавязчиво. Вот с помощью проекта этого у них получилось сделать такую историю о новых привычках. На самом деле искусство, оно же не плакат, оно не призывает что-то выполнять, оно просто будет некие внутренние эмоции человека. А уж как человек их отрезонирует, это его выбор. Поэтому мне кажется, что кто-то видит здесь пугающую историю, кто-то видит наоборот призывающую. То есть это ещё зависит от того человека, который смотрит. 80% восприятия искусства зависит от самого зрителя. Так говорят, по крайней мере, нейробиологи. Мне кажется, сейчас архитектура, она всё-таки больше функциональна, она менее изобразительна, это я воспринимаю как художник. То есть она несёт меньше индивидуальности, а больше функционала, то есть это машина для жилья, как по словам Кребузье. И вот поэтому, мне кажется, и нужна вот эта коллаборация с современными художниками, которые с помощью небольших штрихов могут поменять фасад, не внося каких-то глобальных архитектур. Она всё-таки глобальна. Построить здание – это огромный бюджет, это огромный труд, это огромное количество документации, согласований и так далее. Сделать арт-объект проще. И художники в этом плане легко могут перепрограммировать архитектуру. Вот как я показывала здание школы Казарновского, где вписаться в старую архитектуру 40-х годов было достаточно сделать несколько штрихов, чтобы здание смотрелось современным. И вот это перепрограммирование сейчас, мне кажется, идёт за паблик-артом, а не за самой архитектурой. Архитектура создаёт холст, а художник уже туда может нанести несколько мазков, чтобы это получилось законченное произведение. Это моё личное восприятие как художника, не в обиду архитекторов, но сейчас архитектура всё-таки более про то, как жить внутри всего этого проста. Чем какую мысль транслировать с помощью своего изображения. У нас же есть пример Заха Хадид, который делает очень авторскую архитектуру. То есть это архитектура со своим лицом. И я думаю, что в архитектуре сейчас есть этот полюс, где если архитектору есть возможность, он пытается самовыразиться и сделать её очень индивидуальной. А другой полюс – это машина для жилья. Мне кажется, что в архитектуре происходит размежевание двух полюсов. Ведь мы все упираемся в то, что когда начинаешь делать что-то большое в городе, ты упираешься в бюджеты, в согласование. Я это как художник тоже прохожу. Эти же проблемы, и я понимаю, как сложно пробиться через количество ограничений, которые тебя обрезают, обрезают твою идею, и превращают её в нечто кастрированное, очень сложное. Я думаю, что и архитекторы, каждый архитектор, он на душе всё равно хочет сделать художественное произведение. Ему тяжело, и вот пройти между Сцилой и Харибдой, между бюджетом, ограничениями и своей творческой мыслью – это могут только единицы. Поэтому я думаю, что художники и архитекторы находятся в одной лодке, и мне кажется, что нужна некая коллаборация. Художник может что-то подсказать архитектору, архитектор может создать основу для художественного произведения. Да, тут вот эта грань между чертёжником и художником – это архитектор, то есть человек, который соединяет в своём произведении два варианта. С одной стороны, ему нужно сделать чёткий чертёж, чтобы ничего не развалилось, с другой стороны, ему нужно сделать художное произведение. На самом деле, работая в пабликарте, я сталкиваюсь с теми же самыми проблемами, потому что, выходя на улицу, я тоже становлюсь частично архитектором. Мне нужно поставить так, чтобы это не упало, чтобы это было безопасно, чтобы это было антивандально, и много-много-много всяких вопросов, которые решают архитекторы. Поэтому я понимаю, как трудно при этом сохранить свою идею и высказаться, чтобы твой вот этот вот посыл, твоя концепция, она работала и транслировалась на людей. Я думаю, что всё-таки победит авторское лицо, потому что люди, получившие комфортные проспекты, хотят чего-то большего. Люди, получившие комфортное жильё, начинают хотеть чего-то большего. И тогда они приходят к художникам, к тем людям, которые помогают им сделать своё место для жительства более индивидуальным. Вот я сталкиваюсь сейчас с тем, что я работаю в спальных районах с девятого года. Сначала это была задача просто привлечь внимание к пустоте спальных районов, что в спальных районах мало объектов культуры, мало комфорта, что это просто некая заброшенная зона, такая серая, безликая, неинтересная. Сейчас спальные районы очень сильно изменили за эти 10-11 лет. Это комфортно, я сама живу в Желебино, да, это комфортные зоны. У нас прекрасные проспекты, плитка, фонари, всё это, ландшафтный дизайн, благоустройство появилось, но нет своего лица. Ко мне никто не поедет в гости, потому что, а что смотреть? Смотреть на торговые центры, которых полно везде, смотреть, у нас нет исторического наследия в спальных районах. Мы можем создать там что-то новое. И мне кажется, современное искусство, паблик арт, оно как раз и создаёт вот эту самоидентификацию районов. Ну, вот взять того же Аниша Капуров, Чикаго, его огромные небесные врата, в котором отражается весь город, промышленный город. Но вот этот объект, он становится визитной карточкой города. И я надеюсь, что постепенно мы будем приходить к тому, что каждый город, каждый район захочет иметь своё лицо, быть непохожим на других. Просто мы сейчас живём ещё в такую эпоху, когда мы движемся от, так сказать, безобразной архитектуры, мы движемся к образам. Сейчас, мне кажется, мы как раз вот нашему паблик арту в России всего 10-12 лет. Это очень молодой паблик арт. Он ещё не встал на юридические ножки, он ещё не стал частью юридического даже поля. Мне часто пишут, что вы делаете малоархитектурной формы, хотя это совсем другая история. И я думаю, что движение, которое происходит в паблик арте, оно поможет и архитектуре быть другой. То есть это две реки, которые сольются в один какой-то большой океан. Если бы я не была оптимистом, я бы не смогла работать в таких тяжёлых российских условиях на улице. Потому что в 2009 году мне ребята говорили, Марина, это Россия, тут всё побьют. Тут это никому не нужно, все наши арт-объекты раздолбят. Но прошло 10 лет, и я понимаю, что очень сильно изменился бэкграунд. Люди по-другому относятся, меня всё время зовут что-то делать. И я понимаю, что вокруг нас меняется среда. И вообще мне очень нравятся слова Питера Вайбеля, что с помощью паблик арты мы не можем сделать людей умнее. Мы можем сделать умнее окружающих среду. Вот надо на это ориентироваться.